И снова здравствуйте, друзья мои! С вами Дивер. И в сегодняшнем видеообзоре я хотел бы вам показать вот такой замечательный кукан. Кукан-захват. Для чего же я его приобрел, для чего же он мне нужен? Последние годы я все чаще отхожу в сторону от богориков. Я их перестаю использовать. Хотя богорик это очень надежное средство для приема сама. И, скажем, безопасное средство. Относительно безопасное. Если мы используем лодку ПВХ, то, соответственно, богорикам пользоваться довольно-таки тоже страшно. В порыве страсти можно пробить и свою лодку. Это один из минусов. Ну, а второй минус, это, скажем, гуманность. Гуманность к рыбе. Последние годы это вообще просто набирает какие-то сумасшедшие обороты. Мы целуем ее в десна, в затылок, в лобик, куда мы только ее не целуем. И отпускаем обратно в речку. Я лично сам сторонник рыбу есть. Но порой, когда рыбы уже довольно-таки много, конечно, и я ее тоже выпускаю. Я не приверженец, полный приверженец, скажем, поймал, отпустил. Но в то же время я не приверженец того, что поймал, протухло, выбросил. Поймал, съешь. Или поймал, отпусти. Так вот. Из-за того, что богорик это негуманное средство. Почему? Ну, потому что мы богориком протыкаем рыбу, и рыба умирает. Все, обратно ее отпустить уже нельзя. Ну, только дурак, наверное, только ее отпустит. Так вот. Что же мне остается? Остается только мне липгриб, брать рыбу за нижнюю губу, или перчатка, в том числе и надежная кевуаровая. Или какие-либо другие перчатки. Рыболовные или строительные. Но лучше кевуаровая, если мы сейчас говорим о саме. Что касается липгриба. Липгриб, конечно, тоже надежная и хорошая вещь. Но здоровый сом нам просто вывернет руку. Тоже не активы, как вариант. Подсачник. Тоже вариант. У меня, скажем, подсачник, в него входят сомы, но, скажем так, до 30 килограмм. 25-30. Больше я в свой подсачник уже не запущу сама. Не смогу я большего сама уже взять в свой подсачник. Что же мне тогда еще остается? Наверное, самый надежный способ, это брать за нижнюю губу сама. Ну, брать за нижнюю губу сама, это, конечно, все замечательно и хорошо, но порой это крайне опасно. Особенно для новичков. Бывают даже бывалые рыбаки, и то попадаются на этот крючок. На свой крючок. Как же это происходит? Поймали мы сама. Подвели его к лодке. Все, в подсачник у нас не влазит. Богорика у нас нет. Липгриппа у нас, допустим, нет. Что нам делать? Мы берем его за нижнюю губу. Если мы сама ловили на большой воблер, на котором висит три тройника, это крайне опасно. У нас был вот недавно случай, и я после этого случая задумался, что же мне делать. Нужен какой-то выход из положения. Или возвращаться опять к богорику, что негуманно и порой опасно. Или искать какой-то другой вариант. Я уже думал кукан мастырить на длинной палке. Продевать эту палку, как вариант, кстати. Продевать палку через рот, вытаскивать через жабры. И за палку опять тащить, продевать веревку до конца, делать петельку, петлю. И все. Сом у нас на кукане. Как вариант тоже. Но нужна хотя бы вот такая палка. Как вариант нормально. И, кстати, я, возможно, еще к этому варианту тоже приду и покажу его. Но мне под руку подвернулся вот такой кукан. И сейчас я о нем расскажу. Чем же он мне понравился. Вот такой способ, когда мы берем сама на кукан, он на самом деле самый оптимальный вариант. То есть мы его, взяв на кукан, можем отбуксировать берегу и там спокойно с ним уже заниматься. Или отпускать его, или, как говорится, там, что хотим, с ним то и делаем. Не пачкать лодку, не затаскивая его сюда через борта. Что тоже всегда бывает небезопасно. Переваливая сама через борта лодки. Бывает, что лодки и переворачивались, и сами рыбаки вываливались за борт. Редко, но такое бывает. Так вот. Вот такой кукан мне прислал Дмитрий Некрасов. Это довольно-таки знаменитый квачатник, мастер по производству кулоков. И он пришел с опытом вот к такому виду кукана. Как же он работает, сейчас я вам покажу. Кукан оснащен вот такой веревкой, довольно-таки толстой. На конце веревки уже есть петля. То есть мы можем одеть ее на руку. Или накинуть, за что-то зацепить в лодке самой. То есть сом у нас будет уже подстрахован. Кукан работает вот так. Он разжимается, довольно-таки, в принципе, с усилием. Проволока такая упругая. И когда мы сома подвели к нашей лодке, когда появилась здоровая его пачка, килограмм так на 80, мы берем в руки кукан, разжимаем его достаточно чуть-чуть, чтобы, допустим, его губа вначале вот залезла вот в этот промежуточек. И просто дальше проталкиваем. И кукан защелкивается. И дальше сом сидит у нас на этом кукане, и никуда он не денется. Если пачка даже его будет широкая, то он будет сидеть вот так. Единственное, что он может себе повредить, это губу. Вот этими, скажем, острыми штуками. Как вариант. Но это, я думаю, не критично, и после этого сом нормально должен жить. Если мы его будем отпускать. Дальше мы этого сома уже можем или отбуксировать, или когда у нас он висит уже на этой страховочке, на этом кукане, мы можем у лодки аккуратненько с ним уже заниматься. Как вариант, еще повторюсь, можно использовать палку. Длинную палку с веревкой тоже продевая через рот и жабры. Но продевая палку через жабры, через рот и жабры, это все-таки довольно-таки долгий способ. И такой, скажем, небыстрый. Здесь же, я говорю, моментально все происходит. Хоп! И все. Хоп! 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 И все. Сомик наш на кукане. Вкратце. Сейчас немного о кукане я вам рассказал. Теперь я бы вам хотел показать квоки, которые Дмитрий прислал лично для меня. И я попросил его прислать для своих знакомых. Знакомые заказали через меня у Дмитрия квоки. И они пришли. Сейчас я вам покажу их. Сначала я бы хотел вам показать квок для меня. Именной квок, который сделал для меня Дмитрий. Это вот такой квок. Лезвие сделано из дюралюлюминия. Я уже показывал раньше в обзоре. Питак из дюралюлюлюминия. Квок очень прочный. Фасон татарский. Мне очень понравилась модель именно татарского квока. Не знаю почему, но мне с ним работать очень легко. То есть, вот то, что Дмитрий делает, татарский мне приглянулся больше всех. Не знаю, я повторюсь почему, но квочить им очень удобно. Квок плавающий, благодаря неопреновой ручке. Лезвие полностью проходит через ручку и выходит в конце. Также здесь есть, немножко Дмитрий, конечно, подхалтурил, но здесь есть отверстие, куда можно вставить веревочку и зачем-то его подстраховать. Квок, хотя на самом деле плавающий и далеко он от нас не уплывет. Ручка цветная, ее будет видно издалека. Единственное, я бы вот Дмитрию, знаете, что посоветовал, хотя пятак вот он цветной, но я бы, наверное, может быть... Да нет, все правильно Дмитрий сделал. Не слушай меня. Если он будет плавать, то издалека будет видно этот пятачок. Я об этом уже говорил. Мои уже бредни и фантазии. Все классно, Дим. Дмитрий сделал мне чеканку ручную, именную. Рисунок сделал. Классный. На память, скажем так. Я очень доволен. Пятак у этого квока свой бой. Свой бой это большой довольно-таки пятак. И, в принципе, рассчитан на довольно-таки крупного сома. В этом году я постараюсь все-таки его поймать. Последние годы я езжу на Ахтубу, и там с крупным сомом проблематично. Раньше, если я ловил даже порядка 25 килограмм сома на квок, там 12-15, то в последнее время там что-то стало очень мало. Или, возможно, много стало мелочи, и крупный сом просто подходит, не успевает подходить. Но мелочи очень много. Возможно, съездил на Волгу или на Каму и половлю там. Также я себе заказал вот такой татарский квок. Он немножко сделан по-другому. Уже с вырезами вот таких соменков. И у него классический такой овал. Почему я заказал себе классический овал? Ну, потому что он порой выручает. Вообще, я сторонник того, чтобы квоков должно быть в чемоданчике. У нас в лодке много. Ну, скажем, не один. Хотя бы два или три квока точно. Потому что все зависит от погоды, все зависит от условий ловли, все зависит от места ловли, все зависит от предпочтения сама. Поэтому у меня разнообразие квоков. Я, конечно, ни два, ни три вожу. У меня порядка пяти квоков постоянно в лодке. И деревянные, и металлические, каких только нет. С разными вариантами. Кстати, с разными вариантами длин ножей. Вот, друзья мои, заказали для катера. У них катер металлический. У меня ПВХ-шка, и поэтому мне достаточно такие короткие квоки. А ребята себе заказали подлиннее квоки для высоких бортов. Я уже здесь точно не помню, сколько сантиметров. Но это квоки для катеров. То есть, чтобы дотянуться до воды с высоким бортом. Они заказали себе круглая классическая эска. Точнее, круглая, но не классическая. Она вот с таким загибом идет. Круглую, значит, эску я тоже пробовал. У меня она тоже есть. Я пробовал ее той осенью. И работает она прекрасно. Мне она очень понравилась. Я вообще фанат всяких вещей. И приманок, и воблеров, и снастей. То есть, у меня, если что-то мне понравилось, у меня это ни в одном количестве. Не подумайте, что я сумасшедший какой-то. Но мне нравится. Я коллекционирую. На крайняк это все можно всегда же и продать. Правильно, друзья мои? Или подарить. Если подарить, то это просто замечательный подарок. Поэтому я считаю, что это какие-то, в принципе, определенные вложения во что-то, в снастье. Коллекционеры такой, можно сказать. И еще один квок они заказали. Это вот такой красивнейший квок. Заострю на это внимание. Чем больше вот этих всяких ухищрений Дмитрий делает, тем квок дороже. Обрамление, вот эти все чеканки. Самый дешевый квок это вот такой и не полированный. То есть, можно вот такой заказать и не полированный. Он будет стоить в районе там 3,5 тысяч рублей. А так у него квоки доходят там до 8 тысяч рублей. Там до 5 тысяч рублей. Все зависит от инкрустации. Так вот, здесь они тоже заказали, значит, пятак своей бой. Но уже с закругленной пяточкой. Закругленная пяточка мне на самом деле очень нравится. Я не знаю, в чем фишка. Но реально почему-то вот с закругленной пяточкой мне лично больше нравится. Хотя я могу пользоваться любым квоком и ловить на любой квок. Возможно, это может кто-то скажет, что это какие-то ухищрения. Там дизайнерский ход или еще что-то. Возможно, друзья мои, можно ловить, наверное, и на стакан квочи им. И тоже я 100% половником могу квочить. И тоже поймаю сама. Вот. Но тут дело, наверное, все. Опять же, да, смотря чем мы квочим. И какой у нас склад характера. Я лично люблю все красивые вещи. В меру красивые вещи. И поэтому для меня, конечно, приятно в руках держать красивую рыболовную какую-то снасть. Или там красивый воблер. А когда он еще и ловит, это тогда вообще... Это просто безумство. Я вообще больной человек, наверное? Я больной человек? Нет. Так вот, друзья мои, вот такие замечательные квоки из дюралюлюминия тоже лепит... Ну, прошу прощения, изготавливает Дмитрий Некрасов. Дмитрий Некрасов на самом деле довольно-таки подходит, скажем, ну, к клиенту, да, к заказчику персонально. То есть, можно какую-то чеканку выбить, можно какую-то инкрустацию заказать, можно длину разную, лезвие ножа заказать. Пятаков он делает, по-моему, у него, ну, три вида. И получается с одним подвидом. То есть, овал, круглая эска и свой бой. И подвид, это когда он делает пяточку закругленную. По-моему, у него так. Может быть, в дальнейшем какие-то будут другие делать квоки. Я, кстати, у него один раз попросил с маленьким круглым пятачком, на что он мне сказал... Илюша, а зачем тебе? Мои квоки и так ловят. Поэтому я не стал уже настаивать и заказал с его большим-большим круглым стандартным пятаком. Круглая эска. Она у него на самом деле не маленькая. Довольно-таки такая приличная. Ну, она реально ловит даже вот таких самят. Они нахрен, конечно, не нужны. Но они попадаются. Так что, вот так, друзья мои. Надеюсь, в этом году я со своими товарищами, возможно, даже на их немодном катере, опять снова протестирую некрасовские квоки. И постараемся показать вам замечательный фильм. Мы постараемся, друзья мои, поймать трофейного сама. Всем рыбацкой и жизненной удачи, друзья мои. Ловите больше, а отпускайте чаще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин